Питательные кочки для растений в современной аквариумистике востребованы и очень многие аквариумисты давно ими пользуются. Масса споров гуляет в интернете о том, можно ли назвать питательную кочку вобикусой, так как вобикуса является зарегистрированной торговой маркой в Японии, создатель которой Такаси Амана. Но суть в том, что как ее ни назови, она не изменит своих свойств и функционала. Питательная кочка или вобикуса это композиция из растений в воде, при этом она не обязательно должна находиться в аквариуме. Такие композиции привлекательно смотрятся даже в стеклянных прозрачных вазах и не обязательно должна полностью находиться под водой. По сути это просто одно из направлений фитодизайна. Растения для таких кочек используются также разные и не только аквариумные, но и полюдариумные. А по хорошему вообще любое растение можно в такую кочку посадить. И не только для аквариума, все зависит от фантазии и желания. Самое главное это идея, которая заключается в кочке. Если хорошенько порыться в составах таких кочек, то можно прийти к выводу, что у каждого хабиста есть свой рецепт. Но и общие или схожие моменты также есть. В этом видео я покажу как я делаю питательные кочки и что для этого использую. Строгих пропорций я лично не придерживаюсь, использую то, что есть под рукой. Однако незаменимым является питательный грунт, любой глина из фагнум. Если есть керамзит, можно добавить его. Если есть лишняя мелкая лава, которую некуда пристроить, она также может быть использована в изготовлении кочки. Многие используют верховой торф. Но обратите внимание, торф бывает разный. Если я говорю верховой, это совсем не значит, что любой торф можно использовать. В подготовленную емкость насыпаем питательный грунт. У меня будет две небольшие кочки, поэтому не буду сыпать много. Добавляю глину, обычно на глаз. Думаю, каждый, кто сделал уже сотню подобных кочек, примерно видит, сколько чего нужно добавить без всевозможных измерений. Но примерно 1 четвертую, 1 третью часть от питательного грунта. Все это тщательно перемешиваем, чтобы получилась смесь грунта с глиной. И постепенно, аккуратно, не спеша вливаем воду и мешаем смесь. Должно получиться своего рода тесто или что-то наподобие мягкого пластилина. Если скомковать не получается, добавляем еще глины. Вообще, глину в аквариуме многие применяют не только для вабикус или питательных кочек, но есть и ярые противники глины. Хотя она содержит в себе различное количество минералов и обладает уникальными физическими и химическими свойствами. Если я не ошибаюсь, встречается 7 основных видов глины. Вероятно, не каждая подходит для аквариума, но лично я использую три вида. Красную, голубую и белую. И, кстати говоря, проще всего найти. Голубую и белую покупаю в обычной аптеке. Стоит она недорого, но и уверенности в том, что в ней нет чего-то лишнего, больше, чем если брать с улицы, дабы не внести в аквариум какую-либо заразу. Из полученной массы формируем нужного нам размера кочку. Соответственно, исходить необходимо от размера растения и корневой системы. В центре делаю отверстие под корни, либо разрываю кочку на две части. В центре кочки размещаю мох сфагнум, немного, для того, чтобы не повредить корни. Сфагнум до этой процедуры замачиваю. Думаю, стоит сказать о том, что сфагнум очень необычный мох. Считается, что он обладает бактерицидным действием. В экстренных случаях, в полевых условиях, его даже применяют как бин для перевязки и заживления ран. Имеет свойство подкислять воду, то есть немного снижает PH. После того, как кочка сформирована и растение посажено, можно приступать к следующему этапу. Но перед этим поясню, что растение не обязательно сажать сразу. Можно оставить отверстие в кочке и заготовить ее на будущее. Кочку необходимо обвернуть, чтобы шарик не рассыпался. Для этого чаще всего используют все тот же мох сфагнум. Почему? Дело в том, что в отличие от многих других мхов, он достаточно долго сохраняется в воде. Этого времени хватит, что растение дало старт, прижилось на своем новом месте. Однако не забывайте про рыб, которые любят порыться. Увидев сфагнум в аквариуме, они попробуют его поковырять. А вот насколько удачная будет попытка, расковырять мох зависит от вас. Завершением этой несложной работы будет стягивание мха нитью или леской. Чем лучше обмотаете, тем дольше кочка останется кочкой. Но при этом не стоит переусердствовать. Не забывайте о том, что корни должны будут выйти за пределы кочки. Обмотка для меня является самым нудным в этой работе. Продолжение следует... Продолжение следует... Можно оставить так, как есть. А в дальнейшем саму кочку погрузить в грунт. Но есть и второй вариант. Оборвать готовую кочку любым живым мхом. Корни в любом случае уйдут в грунт, но внешний вид кочки преобразится. На второй кочке я немного добавлю живого мха. Примерно через 2-3 месяца растение на кочке можно будет впервые постричь. Готовая новая кочка какое-то время будет плавать и не сразу утонет. Но можно приложить камень. Я не буду. У меня есть время и я подожду, когда она утонет. Обратите внимание. Кочка первые дни может провоцировать муть. По этой причине ее для начала можно погрузить в отдельную емкость. Улитки и креветки, как правило, набрасываются на новые кочки в поисках еды и, пожалуй, находят для себя что-то вкусненькое. Но совсем скоро они потеряют к ней интерес. Питательных веществ в кочке будет достаточно на продолжительное время. Однако необходимо обращать внимание на развитие растения. Ведь сама по себе кочка не панацея. Свет, аквариумные жители, уход за аквариумом и многое другое также играют ключевые роли. Пройдет время и растение нужно будет подкармливать удобрениями в любом случае. Кочка или вабикуса хороша для старта. Оформляя аквариум вабикусами, вы легко можете передвигать их с места на место, чтобы подобрать идеальное место расположения тех или иных растений. Но когда корни покинут пределы кочки, двигать растения нежелательно. Стоит обратить внимание, что питательный грунт питает не только растения, которые находятся в кочке, но и те, которые находятся вокруг него. Логично, не правда ли? Соответственно, если в молодом аквариуме резко появляется сразу много вабикус, это может привести к появлению водорослей, то есть провоцировать, так как растений будет меньше, чем тех питательных элементов, которые кочка начинает выделять. Чтобы этого не произошло, повторюсь, это касается аквариума, в котором сразу появляется много вабикус, желательно высадить растения для временного содержания, в крайнем случае плавающие растения. Таким образом избежите множества проблем. Питательные кочки еще хороши и тем, что являются грузиком для растений и не дают подниматься им к поверхности воды. В общем и целом, я рекомендую подобные кочки всем творческим аквариумистам. Пробуйте, делайте сами и делитесь своим опытом в комментариях под этим видео. А у меня на этом все. Всего вам доброго и до новых встреч на канале Пар Аквариумистика. Субтитры создавал DimaTorzok